Всероссийская общественная организация «За чистые выборы» отберет около 4 тысяч наблюдателей в области. Они будут следить за ходом голосования 18 марта и работать с наблюдателями от партии кандидатов. Такая практика на Южном Урале будет внедрена впервые. Раньше своих наблюдателей в регионе у организации «За чистые выборы» не было. Корпус «За чистые выборы» также будет помогать и содействовать в поиске обучений наблюдателей, в частности из молодежного научного сообщества и среди активных молодых граждан. Общественники пройдут обучение у опытных юристов. На курсах им расскажут, какие у наблюдателей есть права и какие нарушения они должны пресекать. Отмечу, что до выборов президента остается меньше двух месяцев. Кандидатам уже разрешили начать агитационную деятельность, проводить пикеты и встречи, печатать агитматериалы и плакаты. Агитация у них сейчас проходит в форме массовых мероприятий, то есть в основном собрания. Это выпуск печатной продукции. Мы сейчас уже видим, появляются баннеры, листовки, плакаты. Запрещена пока только агитация в СМИ. Ее всем кандидатам разрешат одновременно за 28 дней до дня голосования. При этом все агитационные материалы должны пройти согласование в избиркоме. А если листовки кандидат планирует распространять только на территории Челябинской области, то для согласования он должен обратиться в региональный избирком. Там сегодня установили порядок приема документов. А также обсудили, как повысить явку избирателей. На прошлые президентские выборы пришли 40% жителей области. В этот раз планка 50%. Для удобства избирателей даже отменили открепительное удостоверение. Теперь голосовать можно не по месту прописки, а по месту нахождения. Для этого нужно написать заявление в МФЦ, на избирательном участке или на портале госуслуг. Отмечу, всего в Челябинской области будет работать 2305 участков. А выборы президента России пройдут 18 марта.